У неё там даже она такие вещи показывала, даже не знаю, что такое есть. Да, я даже был в шоке, пару раз увидел какие-то вот такие штуки. Я даже пару раз в телефон туда лёд, думаю, зачем тебе? Все такие штуки. Я ещё буду... Придут и скажут, Александр, вы были замечены с игрушками. Не, я подумал, я ещё буду тратиться на чай, купил дома сам всё. Второй этаж, кабинет-шерф, Марк. Почему они не включаются? Ты упоминал про? У тебя была в Урбан Холл, какая там красота. А много народов было? Все. Да, мы много людей. Знаешь, что самое лучшее такое? Сидеть прямо напротив них, в этой вот как... Мне вот так понятно, когда ближе всего и всё лучше. Да, ты была на фокус-приём в Зелёном театре? Нет. Это было просто... Ну, они же по идее будут, да? Да, да, ну просто в Зелёном театре тогда это был такой концерт, сумасшедший. Вчера было очень, я не ожидала, да? Спасибо тебе большое. Не ожидала, что они так играют? Нет, не ожидала. Ну, у них разные всё-таки концерты. Вчера был очень, просто... Мне всегда очень нравится. Мне очень нравится. Они будут ещё... Я ещё вторник тоже хочу хотеть. Браво, Андрей, тема нашего эфира. Да, браво, Андрей. Покус-трима, браво, Андрей. Я бы сказал, браво двум другим ребятам, но я не знаю, как было. Да. Яков Туранцов и Виталий Фисенко. Два браво, Яков и Виталий. Ну, два браво Андрея ещё, потому что я вижу, что он главный. Да. Борода решает. Борода всё решает. Про я. Я офигевал на концерте, как вот этот чувак, который на такой штуке играет. Как он играл? Нет, его зовут... У меня такие мисли. Виталий. Виталий, вот он так пальцами передает, который у нас полтора часа. Это же у него столько руки могут быть? Я думаю, покус вышел, попырил, чувак на барабанах ушёл, а он стоит и просто рвёт. Вот этот контрабас. Я думаю, и вообще он одной рукой. Я так скажу, Виталий перед каждым концертом час ещё готовится. И после концерта час ещё тоже. Отчего после? Чтобы отошло. А, запал мне мало. Я хочу такие руки. Друзья, эта программа популярна взрослым с Еленой Адамовой. Сегодня тема нашего эфира «Кто кому что должен?» «Мужские и женские обязанности в отношениях». Наш гость сегодня Даниэль Салем. Всем привет. Всем привет. Спасибо, что пригласили. Приходите, мы вам рады. Конечно, у вас бесплатный чай. Где ты взял бесплатный чай? Я тоже хочу бесплатный чай. Во-вторых, мне нужна скидка в «Централ». Так вот. Ты говоришь, что я перед ней такой? Я перед ней про Генера. Так, Елена. Мужские и женские обязанности в отношениях. Какие они? Я вообще считаю, начну с того, что... Вот хочу сегодня разобраться с вами двумя мальчиками. Действительно ли так важно... А, кстати, слушай, у тебя бомбовый эфир. У тебя сначала был самый красивый мельник, а теперь самый красивый Даник. Она прошла в эфире. Мы сидим, перешел в Сережа Мельник. Она говорит, я считаю, что в городе есть только два самых красивых мужчин. Я уже выпрямлю спину. Думаю, ну, говори. Она говорит, Сережа Мельник и Данил Салян. Ну, понятно. Ты сказала, что самое красивое. Я говорю, а я их обоих знаю. Да, вот. Ну, я люблю красивый себя дурать. Неземной. Ну, видишь, молодец. Тоже что-то хочется. Ты что-то от него хочешь? Тоже пославный чай. Так, продолжай, Лена. Хороший сахар в гофе. И не тот же пакетик, который всем. Так, мужские и женские отношения. Ты считаешь? Я хотела бы вот обсудить с вами момент по поводу того, что так ли в это время, в наше время важно соблюдение вот этих вот архаичных мужских и женских обязанностей. Потому что вот я недалее, чем вчера, общалась с двумя своими хорошими очень друзьями, которые пользуются достаточно хорошим интересом у женщин. Ну, не таким, как вышеупомянутые. Все трое, которые меня... Чуть не зло обслуживают. Я не дал ей тебя. Что ж ты такой противный? Ну, Саша, что ты должна? Ну, два красивых нет. Должен быть кто-то противный третьим. Ну, что они сказали этим мужчинам? Не, какой в тебя такой влюбленный? Чего тебе так терпящий? Так вот. И мы обсуждали, что на самом деле современные мужчины, учитывая, что они нормально зарабатывают, мы, к сожалению, живем в мир монетизации, и женщины крайне редко могут себе позволить наглость, роскошь, влюбиться в мужчину, который не обременен денежным достатком. Вот я считаю, что это минус. Это обсудим. Так вот. Они могут себе позволить и домработницу, и даже кухарку, или готовить прям покупную еду покупать, или чтобы им привозили еду. Ну, короче, чтобы не готовила своя женщина. Только чтобы с женщиной было легко, интересно, надежно. Ну, и, конечно, каждый мужчина не хочет, чтобы с ним были за деньги, а вот здесь заплет. Поэтому эти мои друзья и одни. Потому что, на самом деле, очень сложно, когда у мужчины появляются деньги, быть уверенным, что женщина рядом с ним без денег, а потому что он такой хороший и красивый. То есть все смотрят, к сожалению, в карман и в кошелек современной барышни. И вот меня заинтересовал вопрос. Поэтому можешь всегда чуть-чуть по центру кладу. Умничка, солнышка. Это с края же мамы, нельзя? Да, а с другого края папа там тем более. Слышишь, какой свинк-клюб вообще? Прекрасно, не за. Сначала мы тебя приглашаем гостя, потом мы его к нам приглашаем гостя. Это будет когда-нибудь к свинкверской вечеринке. Главное, чтобы с Серёгой меня не старались. Давайте наш долговор купили продаж. Я просто смотрю в богатеньких ты кругах общаешься. В смысле, что-то так решили? Эти трое, они очень богатые, смотрят им в карман. Блин, ну почему ты сразу вообще на деньги? Слушай, это мои друзья... Я стою вообще на деньги. Вообще на деньги. За деньги, под деньги, вместо деньги. Так вот... Приходит кто-то в магазин и говорит, дайте денег. Да, говорили о том, что мужчина современный... Опять-таки здесь имеет значение очень большой возраст. Потому что мужчины старой формации, более взрослые, они всё-таки хотят, чтобы женщина готовила. То есть убирала нет, окей, эта позиция уже наконец-то отвоёвана женщинами. Но вот они хотят, чтобы женщина готовила. Но всё, что касается домашнего очага уюта, воспитания детей и вообще всего того, чего пещерная женщина, условно так назовём, должна была осуществлять самостоятельно, современный мужчина не требует от женщины. Ему нужна просто надёжная женщина. Сама пещера. Сама пещера, да. В которой будет легко, приятно, любовно возвращаться. Но не смешно, но женщины по-прежнему хотят, чтобы мужчина взамен для этого приносил мамонта. То есть женщина не хочет соглашаться, чтобы мужчина просто был лёгким, уютным, комфортным, любимым, но не зарабатывал. Ну, мамонта – это заработок. И вот у меня возник вопрос, а действительно ли актуально на сегодняшний день совершение вот этих вот мужских и женских обязанностей, по принципу мужчина приносит мамонта, женщина создаёт уют в пещере. Ну, и воспитывает детей. У нас досрочный ответ, отвечает Даниэль Сален. Я считаю, что мужчина и женщина ничего друг другу не должны. То есть нет такого «ты мне должен, я тебе должен». Мне тоже нравится эта концепция, но вот ожидания. Без никаких ожиданий. Мне кажется, что это как и в дружбе, так же и в отношениях. Если вы друг друга любят, то как-то, каким-то способом всё происходит само по себе. Если мужчина приносит мамонта, пусть мужчина приносит мамонта, если он знает, как его лучше приготовить, он скажет, дорогая, давай, я знаю, как его приготовить. И мне нравится это. И ты готов каждый день готовить? Я каждый день, чтобы дома готовить. Давайте обведем все, что мы говорим не только я о женщине, я о себе, а вы только о Даниэле себе, о Саше себе. Мы говорим о мужчине. Я могу поговорить о Даниэле. В общем, я то, что вижу сейчас, я вижу наоборот, то, что мужчины и женщины друг другу ничего не должны. Они это делают по объединенному, как бы, согласию. Если женщина хочет что-то приготовить, она приготовила. Не хочет, она говорит, слушай, давай, я не знаю, давай пойдем куда-то покушаем, я сегодня ничего не приготовила. Либо давай вместе, либо давай сегодня что-то. А если усредненное берем? И пойти они никуда не могут, потому что они в них нет денег. Женщина должна кушать тоже. Ну вот, да. Вот это давай. Она себе тоже что-то приготовила. А если нет? Вот не умеет. Не умеет, скажет, слушай, приди с нее что-то приготовь. Окей? Он тоже не умеет. Он же ее любит, знаешь, но она не умеет готовить. Значит, он придет и что-то будет готовить. В чем проблема? Даниэль, ты говоришь сегодня, а я говорю константно. Все время она не готовит. Ну, не все время, а, допустим, 3 дня, 4 дня максимум в неделю мужчина ожидает от женщины, что он придет, а дома будет приготовленный мастер. С работы устал. Я думаю, что он ожидает, что о нем подумают. Вот это важнее. Вот, я вот это хочу узнать. Что в вашем мужском понимании? А, что значит о нем подумают? А я расскажу, о чем мы хотим, чтобы о нас подумали. Давайте так. Тогда мы возвращаемся к слову «внимание». Если женщина внимательная к своему мужчине, она будет любым способом, не будет, она сделает любым способом, как, чтобы ему будет что-то поесть. Так, еда. Учитывая то, что он любит, учитывая то, что он не любит, то ли это заказать что-то от кого-то, то ли это приготовить. И тут такое, ну, умеет, не умеет готовить, это тоже это из крайности в крайности. Что значит не умеет готовить? Не умеет. Есть женщины, которые не умеют. Да, поверь. Тебе просто хороший попадатель. Не верю в такое. Бутерброд с сыром, это тоже еда. Ты же не будешь есть каждый день бутерброд с сыром. Хотя я знаю сей, где действительно жены кормят своих мужей. На сыре сидят. Приятно, все время бутербродная диета. Ну, то есть перекусанная. Да, если ему так нравится, какая разница. Любит он бутики. Если она хочет сделать приятного мужчину, она пойдет на курсы и поучится, как готовить. Тут дело исключительно во внимании. Но факт того, что я должна или я должен, мне кажется, как он начинает присутствовать, это не очень хорошо. Мне тоже не нравится. Нам пишет Анна Колобнева. Никто никому ничего не должен, только в том контексте, что не требовать, а договариваться. Именно с такой торговкой я могла бы согласиться. Ну, мне тоже так кажется. Договариваться опять же, значит договариваться. Это все должно быть в каком-то шуточном варианте, либо в очень добром, типа friendly комьюнити. Типа, слушай, давай... По старте. Да, мне кажется. Да, мне кажется. Да, все время. Заходишь, говоришь, дорогая, что, слушай, она говорит, ничего, он говорит, как всегда. После старта это называется сглаживание углов или что-то устраивание. Да, но ты должен понимать, на что идешь на входе. Но пока, опять же, возвращаемся к вопросу. Если ты любишь, ты в любом случае будешь подстраиваться, будешь задумываться о человеке, будешь внимателен и будешь думать о том, ничего мне бы хотелось, а как сделать так, чтобы тебе было комфортно, чтобы она тоже обо мне задумывалась. Вот и все. Именно. А ты? По-моему, я согласен. Ты тоже согласен, что тебя кормили бутербродами? Я одно время просидел на них. И как? Ну, судя по всему, плохо сохранился, но... Сдавил потом. Но я здесь. Ты здесь, но девушки в твоей квартире нет. Уже нет. Закончился хлеб, она вышла. Это не причина? Абонемент закончился. Абонемент был оплачен бутербродами? Все, закончился из-за этого или нет? Нет, ну, практически из-за этого. Скажем так, она... Ладно, я не буду эту шутку говорить. Понимаете, мальчики? Насчет еды, да, действительно, нужно говорить о том, что есть мужчины неприхотливые. Да. В той же еде. А есть те, которые категорически, потому что его мама всю жизнь стояла у плиты, готовила ему первый, второй, третий компот. Вот у меня есть такой товарищ. И для них это заплет. Да, но у него девушка вообще не готовит ничего. Ну, простой. А он нормально как-то готовит? Он фигачит так. Я вот пару баров предлагал. Да, он приходит домой, говорит, супер. Или они идут где-то, едят. Окей, нормально. Но есть мужчины, для которых это пультик. Ну, это правда, есть такие мужчины. Которые ты не готовишь, все, ты не моя женщина. Я в тебя не влюбляюсь, извини. Аминь. Или фраза, ты не как моя мама. Вот это ты не как моя мама, это вообще сплошь. Я сейчас в компании слышал такое. Хотя бы ей одногодки. У тебя, конечно, борщ неплохой, но у мамы вкуснее. Может, ты пойдешь... Это классическое сравнение с большим. Слушайте, когда я была на первой лекции у вас в «Слане о любви», там был товарищ, помнишь, не русской национальности, который сказал... Я одного только видел, он с микрофоном был. Был второй лек. Так вот, он сказал, что любая женщина, которая претендует на роль моей жены, должна пройти обучение у моей мамы на кухне. Два месяца. Ну, класс. Ну, может, это у них как-то нет. А, интересно, сколько стоит обучение? Да. Пока не женат, пока не женат. Так, смотрите, второй момент. Чистота, уют, там вот такая тема. Кто это должен делать? Ну. Понимаешь, готовка все-таки проще. Можно пойти в ресторан, можно что-то заказать. А если у вас нет домработницы, то... Можно ее заказать тоже. Нет, ну, вот что с этим делать? У всех есть деньги. Опять же, вопрос о договоренности. Если мужчина против постороннего человека, который будет убирать и рыкать, ну, там, рыскаться. Правильное слово, рыскаться в вещах или в личных каких-то. Ну, это не рыкаться. Рыскаться, что-то за скотку. Рыскаться. Так как рыкаться, только более тщательно. Да, рыскать только рыкаться. Тогда, ну, все, тогда жене придется как-то, ну, самой, либо, не знаю, есть всегда родители. Жене, видишь, ты не говоришь. Вот я, например, встречала семьи, в которых они работают на пополам, ну, то есть обувь мамонта приносят на равных. И изначально договаривались, что, там, условно говоря, субботу убираешь ты, воскресенье я. Или раз в неделю я, раз в неделю ты. Ты когда-то работаешь? Нормально. Окей. Я не очень люблю убирать. Ужасного в том, чтобы убрать. Ну, можно. Я люблю посуду, если честно. И я. Ну, если я дома, мне нравится немного, это некий, 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 некий страз. Но это потому что стресса стоит. Медитация, это если сидишь, вот сегодня, например, буквально до эфира, какие каблуки. Это мамонты. Как когда-то несут. Я сейчас говорю. Я с дочкой гулял, мы пришли, купили еду, потому что она была голодная. Я пришел домой, я приготовил ей еду, приготовил себе еду. Мы сидели, общались, она играла в паузы, потом после этого я помыл посуду, ну и вот приехал сюда. У меня был этот период. Я это сделал с удовольствием, потому что я понимаю, что у меня много работы. И если есть вот этот маленький период, где я могу провести и облегчить там жене время, да. Я накормил дочь, я ее уложил в спальню и пошел себе дальше делать дело, то почему бы нет? Why not? Если не получается, то стандартный звонок, слушай, не получается, там, замени меня, там. Ну, мне кажется, это нормально. Ничего в этом такого нет. Бывает такое, блин, я же говорил, что сегодня нужно было это сделать, потому что у меня это. Ну, нормально. Поругались и потом... Помеет. Секс. Это предложение или вопрос? Я тут, да. Ты такой упал на секс. Секс. Как будто знаешь, что у тебя будет деликат. О, секс. И сейчас, по нашему времени секс. А сейчас секс, я вернусь, вы тут пока сами. Что секс? Надо ли подменять друг друга? Нет. Да, да. Вот как быть, если одна из сторон не справляется со своими обязанностями? Тоже пойти в ресторан? Пойти в ресторан. Принесить кого-то? Да. Сам мужчина, ресторан, женщина. Заказатель. Как вы тогда с этим будете? Медиум ред. Да, хорошей прожарки или... Блинненькую. Мам хорошую прожарку. Или с кровью. А серьезно, должна ли мириться женщина, если она не удовлетворяет своего мужчину, что мужчина ходит куда-то, и должна ли мириться мужчина? Даниэль, в общем, по-мужски постоянно стучит по столу, отзывается в микрофоне. Даниэль, стучи по-женски или не стучи, или что? Да, я даже не знаю. Я не могу понять, что это мягче. Мягче стучит по-женски. Мне кажется, что мириться нельзя ни с чем. Что делать? Если что-то не нравится, просто об этом говорить. Говорить. А вот у них разные сексуальные темпераменты. Ему или нужно часто, а ей редко, или ей не нужна вообще распространенная ситуация томных барышней в Одессе и жалоб мужчин. А вторая ситуация, мужчина, по силу загрузки, сложностей, возраста, грусти или того же сексуального темперамента, ему не нужно уже столько или не нужно было, а барышня проснулась и ей нужно. Что делать? Является ли это супружеским долгом? Смотря какой контракт. Мне кажется, что все, что звучит как долг, это уже не сразу... Хорошо. Нет, ну как долго ты приходишь домой, говоришь, так 7 вещей, а ты должна мне. Нет, нет, нет. Вы вдумайтесь в эту ситуацию. Я уверена, что у вас полно таких друзей, которые жалуются на то, что именно это... Вы видите, слово обязанность, часть отношений, она периодически выпадает, потому что другая сторона увиливает. То есть накормить окей, домработница окей, а тут что делать? Это же тоже неотъемлемая часть. Я думаю, что тоже можно договариваться. Я думаю, что сила слова, она никогда не потеряет свою весомость. А если она не помогает, это и слизистическая сила? Ну да, как минимум. У меня все входит в слизистой силе. Ну вот если представим набор пунктов, никто никому ничего не видит. Не пылесосить, короче, твоя любимая передача «Холостяк» на телеканале. Особенно, если это повтор с Сережей Мельников или новый выпуск с Рожденым. Остальные мы не смотрим. Потому что они, конечно, слабые. И все остальные, блин, вообще слабые. Все в «Холостяке» Рождене. Продолжаем. «Модели договора» Сергей Асачи спрашивает, пожалуйста. Что-что? «Модели договора». «Модели договора». Ну, это, кажется, Листерман написал, но нет. «Модели договора». «Станилы контракты». Да. «Модели договора». Блин, ну разные бывают модели договора. Как минимум сказать фразу «Блин, меня что-то не устраивает». Так, не пересосить перед экраном, пока что-то не устраивает. Нет, ну это понятно, это шутка была. Нет, ну знаешь, это очень много раздражает. Подожди. Типа, ну дорогая, я же люблю этот сериал. Просто сказать один раз «Ну не устраивает меня, мне хочется больше» или еще что-то. Но это работает. Я не верю, что это не может работать. Чего ты ожидаешь, ты мужчина, чего ожидает от женщины? Я никогда ничего не ожидаю. Есть все равно. Послушай, окей, есть определенные потребности. У одного мужчины не такие, у другого такие. Ну плюс-минус есть ожидания. Давай я тебе расскажу на... Да, я пора. Самое... Давай я тебе женские расскажу. Да, ладно, вступлю. Нет, если... Да, да, да. Смотри, любая женщина, она в первую очередь ждет от мужчины в отношении к безопасности, защиту. То есть это социальная безопасность, когда он сможет защитить и от случайных нападок друзей, даже просто при разговоре. Знаешь, бывает неуважительное какое-то обращение, и она надеется таким скромным взглядом, таким многозначительным, и толкает тебе ногой под столом. Ты что, сука, молчишь? Меня обижают? А он разрывается. Он не знает, кому перекрыть горку. Ей, Саша, ты что, ничего не сделаешь? Я думаю, что оскорбили. Да, 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 да. Он еще не понял, где оскорбили, он уже готов ее убить. Я всегда говорю, я сделаю, я домой. А я сделаю, окей. Все. Сделал выбор. Мы где больше не придем. А что ожидает мужчина? Подожди. Потом, естественно, женщины ожидают материального содержания. Причем, даже если женщина зарабатывает сама, и даже если она знает на старте, на входе, что она зарабатывает больше, чем мужчина, она все равно надеется, что мужчина будет зарабатывать. То есть он будет приносить мамонтенка. Она бабка, он мамонтенка. Женщина ожидает от своего мужа мужчины поддержки в случае, если она забеременна, что он будет отцом ее детям. Женщина ожидает физической помощи. Кто бы что ни говорил. То есть, окей, если мужчина может обеспечить сантехнику, электрику, полную какую-то домработницу, заменить собой, не вопрос. Она не хочет тащить тяжести. К сожалению, до сих пор многие женщины ждут набора вот этих вот веников на праздники и без праздников. Как ты мне не купил еще сто одну розу? Пойду, возьму в аренду, выставлю в Инстаграм. Духи какие-то или еще что-нибудь. То есть они отрицают факт того, что есть мужчины, для которых язык любви не подарки. Например, там действия, как для нормальных мужиков в основном. И они обижаются, почему ты не притащил мне что-нибудь, что я тебе там, не знаю, намекнула. Но этого до сих пор ждут женщины. То есть, да, окей, мы можем договориться, мы можем согласиться или еще что-то. Но это те ожидания, которые, если не будет мужчина выполнять, они будут накапливаться внутренним напряжением, раздражением. И если они не компенсируются чем-то другим, например, мужчина так много платит, что окей, она сама забивает гвозди и лампочки. Или мужчина все делает по дому, и он такой классный любовник, что окей, она зарабатывает больше. Ну что-нибудь, то есть какой-то крен в какую-нибудь сторону. Но это ожидания женщины. Я за то, чтобы все балансировать. Можно в случае физической помощи. Бывают моменты невнимательности. Можно сказать, любимый, помоги мне, пожалуйста. Да, конечно, извини, я что-то протупил. Все, но мне кажется, это нормально. Конечно. То, что так же с деньгами, с двух сторон. Ну почему я говорю, мужчина всегда ждет любой поддержки от женщины. То ли словесно, то ли погладить по приему, то ли обнять, то ли сказать, чем тебе могу помочь. Мне важно, что. Главное, чтобы мужчина знал, что она внимательна и может себя спросить. Либо сказать, что проблема, блин, да мы пройдем их. Или еще что-то. Вот мне кажется, мужчины всегда подсознательно ждут этого поддержки. Что касательно женщин, чтобы все было сбалансировано. Можно и деньгами засыпывать, можно вниманием засыпывать, можно и цветы подарить, можно и украшения подарить. Можно, если с деньгами сейчас все плохо, можно всегда делать комплименты, можно всегда быть рядом, всегда помочь. И сейчас она зарабатывает, значит, нужно сделать так, чтобы ей было комфортно и она не тратилась на уборку квартиры, посидеть с ребенком, приготовить покушать, либо еще что-то. Все должно быть сбалансировано. Это ты говоришь о том, что вы можете дать, если что-то. Что вы ждете от женщины? Только поддержки. Поддержки в разном. То есть я же еще раз говорю, это может быть либо словесно, либо так же физически что-то нужно пойти сделать и, ну, пошли, я тебе помогу. То есть, понятное дело, не мешки таскать, но не знаю. Хотя бы ковер. В чем женщина может помочь мужчине? Кроме моральной поддержки. Наконец-то зачастую баланс пишет Анна. Класс, Анна. В чем заключается поддержка, кроме физической и кроме словесной? Кроме моральной. Кроме моральной. Это может быть та же физическая, та же... Скажи спасибо, что это. Продолжаем. Должен быть баланс. Я в конце постоянно хочу побить. Да. Да, не одна она. Довиннадцатая над тобой. Ты понимаешь, сколько раз он все время говорит какие-то штуки, что идеально я же не могу его убить? Это в школе. Да, или что-то не могу? Я же его бью. Вот это в школе было бы показать. То же самое. Отлично. Да, ну да. Просто я бью два раза. Отдели, пошли. И контроли, да? Я поняла. Чем еще женщина может помочь мужчине? Окей, поддержка. Что еще вы считаете? Не... Я не знаю, как бы заменить слово пилить. Легкость. Не доставать. Нет, хочется, чтобы была легкость. Если ей что-то, что мужчине... Обращаю слово баланс. Если мужчина действительно пришел домой уставший, либо действительно у него что-то не так в голове сейчас, он расстроенный. Не надо, мне кажется, в этот момент нельзя добивать его. Это грозит исключительно разве что ссорой, либо недопониманием. Он может развернуться, уйти, да, там, пойду в бар, лучше выпью. Ну, такие моменты. Нужна быть легкость. Нужно быть пространство. Баланс, он состоит исключительно не всегда. Не сидеть вместе вот так вот. У каждого есть свое энергетическое поле. Ну, да. Если сегодня мужчина пришел недовольный домой, блин, есть... Это не пора копаться. Это не пора копаться. Нет, почему ты такой злой, что... Не надо спрашивать вопросы, мне надо кажется. Если он захочет поговорить, он сам заведет разговор и начнет говорить. Можно стоять себе на кухне вместе, налить ему, не знаю, пиво, налить ему воды, чай сделать. Покормить, может, неплохо. Просто покормить, не обязательно спрашивать, что тебе сделать. Просто, ну, вот тебе чай не кончишь, окей, ну, постои. Все, вот это я считаю легкость. Но, когда начинаешь, там, в этот момент задавать вопрос, я просто часто видел, когда реально у чувака нет настроения. А ему, я тебя просил озабить этот гвоздь. Да-да-да-да-да. Мужчины были раньше лучше. Я вот не понимаю, что значит, мужчины раньше были лучше. Ты знаешь, мне кажется, что есть доля правды в этом сравнении раньше-позже. Знаешь, почему? Потому что сейчас женщины в борьбе за равноправие потеряли свою женскость. Это первый момент. И второй, который я наблюдаю, особенно за молодыми девушками. Настолько монетизированные отношения, что женщина сама начала рассматривать себя как товар. И свою молодость, свою красоту. В Одессе нет проблем у нас с красотой. Молодежь такое ощущение, что все красивее и красивее. И они считают, что от того, что у нее есть набор из длинных ног и стройного тела, остальное она подкорректирует в случае чего, это уже повод спекулировать этими продавать подороже. И требовать выполнения всех каких-то моментов. Начинают просто покормить вкусно в ресторане, то есть некоторые за еду готовы продаваться, до поезда куда-то, а если они уже ура, захомутали в какие-то долгосрочные отношения или не дай бог в рак, я не говорю про всех, но есть такая категория, она достаточно весомая, судя по жалобу моих друзей, то начинается вот эта вот пилорама, круглосуточно ты мне должен. А у мамы уже появились кроссовки Шанель, а у меня нет даже подделки. А вот они полетели, а мы не полетели. А вот что ты не зарабатываешь, а Вася зарабатывает. И вот это вот должен-должен, он накапливается и накапливается. И, конечно, грузовик очень сильный получается. А вот я-то ничего не хотела. Я не выходила замуж, чтобы быть домработницей, я не нанималась твоей кухаркой, иди ешь к маме. То есть то, что она родила ребенка, и у нее двое-две няни, это вообще супер-пупер бонус. Я ему родила ребенка, все. А кто ему еще должен зародить ребенка? Пока что только женщины рожают. Ну вот этот багаж, он растет только тогда, когда люди не общаются с друг другом. Да, он жрил, кого он купил. Может, она призворяла их. И так бывает? Да. С водороком тут продадим. Да, я предлагал. Отвечаю, этот мешок умеет хорошо готовить. Да. По гарантии хоть ее вернуть можно. Потому что чек я вроде не выбрасывал. Страховка? Да. Страховка на волосах. Тут ходовая не к черту. Я хочу сказать, что производители-родители, они не всегда готовы вернуть обратно. Сдыхались, и слава богу. Выставляешь ее на волосы? Да. Говоришь кеды в передачу. Поэтому я думаю, что все очень просто. Чем больше вы общаетесь, чем больше вы говорите друг другу какие-то вещи, не оставляете разговор на потом. Есть вещи, которые можно ставить на потом, которые, когда мужчине действительно нужно о чем-то подумать, женщине нужно подумать, а им обоим нужно о чем-то подумать, как решить ту или иную проблему. Неважно, с чем это связано, даже с поломкой телевизора. Поставьте это так, чтобы действительно на следующий день какие-то были действия. И все. Но не оставляйте это на... В долгие ящики. Ну да, в долгие ящики. На проблемы накапливаемые. Да. Это ужасные долгие ящики. Ты знаешь, я разделяю, конечно же, мнение, особенно с возрастом. Это все больше и больше актуально. Позицию о том, что никто никому ничего не должен. И те отношения становятся кайфовыми, когда каждый делает то, что он считает нужным, должным. Потому что если каждый делает то, что он хочет, глобально это беспределные отношения. Все равно отношения должны иметь определенные обязанности, но проблема в том, что люди их требуют, а ты их должен хотеть сам делать. Вот, наверное, момент самый главный, это твоего внутреннего, личного должностования, что я хочу и считаю должным сделать любимого человека. Так вот это вот внутреннее, оно должно все-таки присутствовать. Женщина должна понимать, на каких условиях внутренних она идет в отношения. И что от нее ожидает мужчина, и было бы неплохо делать, для того, чтобы ее мужчина был счастлив. Потому что если мы просто придем, никто никому ничего не должен, каждый делает то, что же хочет, на конфетном букете это все и закончится. Нет, я думаю, что и такое может быть. Бывают такие дни, когда никто ничего не должен никому. Каждый делает то, что он хочет. Такое тоже должно быть. Я же говорю, должен быть баланс. Девочки часто говорят, это эти дни. Это точно от масок. Никто никому ничего не должен. Это не эти дни. Не важно. Бывают такие дни, на самом деле. Но почему нет? Когда никто никому ничего не должен. Каждый хочет находиться в своем пространстве. Вот тут вот умение это понять, мне кажется, и не трогать друг друга. Ну, опять же, я сейчас не говорю про конфетно-букетный период. Я говорю про период, когда люди долго вместе. Это нормально. Это то же самое, когда вы дружите с человеком вместе. Бывает такое, вы можете, слушай, я неделю с другими, с вами все равно. Ну, не признать, у тебя все в порядке. Да не надо. Учитывая, что каждый второй под 300 тысяч торис выставляет на день, даже можно. Можно не видеть. Живой. Он полностью выставил себя на показ где-то в торис. Все нормально. Не надо друг друга мучить какими-то как только энергетически вам захочется опять пообщаться, все придет на свои места. Тем более, что если вы живете вместе, куча вопросов совместных, которые будут решаться. Главное в тот момент, когда человек хочет быть наедине. Не один, а наедине сам с собой. Находясь с другим человеком в комнате, умение сделать так, чтобы человек себя чувствовал комфортно. Вот это, мне кажется, должны, вот единственное, что должны люди друг другу позволять, это позволять иногда быть в одиночестве самим с собой. Это очень важно, потому что человек должен подумать. Это не эгоизм, это не какая-то там шалость, просто хочется. И главное это понять. Все. Мне кажется, когда ты чувствуешь напряжение по отношению к другому человеку, что он тебе должен, в этот момент уже нужно задуматься, что есть проблемы в отношениях. Это уже сигнал о кризисе. Это сигнал о кризисе. Если я начинаю хотеть от другого человека исполнение обязанностей, и меня это мучает, мули, то это говорит о том, что я уже сильно передержала, перетерпела напряжение и свое собственное неудовольствие, неудовлетворение. То же самое, если ко мне претензии, то есть человек передержал, перетерпел, я что-то протупила. Что в этом случае делали твои друзья? Кризис. В кризисе? Да. Чаще всего идет руган, ссоры, тут расстроиться. Это норма. А я говорю, норма в смысле нехорошо, а в смысле как обычно. А что вот лучше делать для того, чтобы выйти из кризиса? Поговорить. Вот, мне тоже кажется. Мне кажется, что... Мне кажется, настолько все люди считают, особенно, когда я больше всего не люблю, когда люди говорят, договорили уже, 300 раз. Не слышали до друга, говорили, выговаривали, выговаривали, но не слышал. Не слышал другую. Скажи кричит в своем. Человек выговаривает, значит, у него есть на той причине, почему он так говорил. Болит, значит. Это как... Попробуй, значит, другую стратегию. У меня всегда есть пример в фильме «Беги, Лола, беги». Где... Чтобы... Ну, ты можешь принять любое другое решение, и все будет совершенно по-другому. Значит, нужно... Нельзя... У меня есть вот партнер, он всегда говорит одну очень классную вещь. Он очень мудрый человек. Он говорит, нельзя... Эйнштейн говорит, нельзя решать одну и ту же задачу с теми же инструментами и надеяться на другой исход. Конечно. Поэтому... Если у тебя не получается то, что ты делаешь, делать по-другому. Попробуй по-другому. Если тебя человек не слышит так, значит, тебе нужно попробовать по-другому. А не сказать, она меня не понимает, поэтому я не буду ничего ей больше доказывать, да пошла она. Доказывать точно нет смысла. А кому-то тогда нужно доказывать, кому-то что-то... Нет, доказывать вообще нет смысла, особенно в конфликте. Если я уже нашла коса на камень, то друг друга не слышат. Нужно поменять манеру тональности. Манеру тональности. Не знаю, место, где вы можете поговорить. Типа в другой комнате? Да. Смотри, здесь энергетика. Они очень... Ничего не понимаешь. Давай выйти из чулана. Идем на кухню. Выпусти меня. Покажи, покажи, покажи. Распиши меня. А там друзьям расскажут. Слушай, я разговаривал с ней в комнате три дня. Вообще ничего не понимаешь. Пошли на кухню. На кухню пошли, как живая. Мне вообще кажется, что ключ к выходу из кризиса это... Секс и разговор. Мы не зря партнеры по проекту. Секс и разговор. Чем больше секса, тем лучше. Да. А народ наоборот, в кризисе начинается... И есть перекуси. Ну, есть перекуси. Слушать. Да. Перекус. 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 Это вчера попал ночью на фильм «40 дней, 40 ночей». Да. А вот классно. В конце фильма. Интересно, сколько он еще продерживается, либо он сдохнет. Хочешь поспорить? Сколько он продерживается, сколько он сдохнет. Помните, вот они говорят «На работу». «На работу». Да, да, да. «На работу». Секс и общение. Можно книгу написать. Ооо. «Секс и общение». Хорошее название. Это моя биография. Это красиво. Ужас начинает. Рюкать. Ужас. Пятерочка. Ижас. Это уже обложка. Это уже обложка. Ижас. Секс и разговор. Да. Да. Минутка смеха. Минутка смеха. Отлично. Что ты думаешь про обязанности? Что тебя бесило в отношениях? Меня? Да. Что раздражает в отношениях? Какие-то... Все выделили. Да. Все. Все портил. Все портил. Начиналось. Давайте сфоткаемся. Меня что бесило? Меня ничего. Ты что? Я стрессоустойчивый. Меня пока выведешь из себя. Сам выведешь. Слушай, стрессоустойчивость это способность выдерживать стресс. Но источник стресса от этого не перестает быть стрессом. То есть что тебя напрягает обычно? Когда не было вот это вот то, о чем говорил Даниэль момента разговора приходить к какому-то решению благодаря концертству благодаря беседе. Потому что тебя не понимали или потому что Вот стоит человек на своем и все. И ничего не докажешь. То есть ты такой любитель устойчивого. Я всегда за переговоры. Но бывает переговоры заходят в дупи. Ты такая Джек Старо. Да. Переговоры. Переговоры. Кто-нибудь еще скажет про переговоры. Это скорее всего французов. Да. Параламентарий. Вот. И человеку ничего не забыло доказать. Человеку? Всех? Ну я встречался с человеком. С одним? Ну и с животными тоже. Ты провел спам. Да. Я с животными но это было начало моей карьеры там. А как вы относитесь к тому, что женщина считает что мужчина должен много зарабатывать? Я тоже считаю что нужно много зарабатывать. Да. Потому что желаний много а когда вас двое их еще больше я не... Ну и кажется нужно много зарабатывать нужно зарабатывать так чтобы хватало на свои желания. Я тоже так считаю но я не об этом спрашиваю а как вы относитесь к тому, что женщина так считает и это требует. То есть да конечно мужчина по-прежнему должен зарабатывать мамонтов. Я не думаю что это правильно. Что вам говорят если мамонтов это слово? Если девочка веган то мамонт. Есть веганский мамонт. Веганский мамонт? Кошерный? Он сделан из тофу. Тофуский мамонт. Мамонт. Мамонтоку. Мамонт. 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 Панда. Некрасивая формулировка «Женщина должна хотеть, чтобы мужчина много зарабатывала». Она не должна, но так происходит постоянно, повсеместно. Она всего выбрала за какие-то качества. За кошелек. Машина очень понравилась. Мы сейчас обсуждаем, что она хочет. Я думаю, что неправильно формулировалось. Она должна хотеть, чтобы он хотел лучше для себя. Как она это может сделать? Вот сейчас очень многие тренинги продают. Методом поддержки. Если вы воспитаете в мужчине качество лидера, если вы будете поддерживать, он сам будет. А ну давай расскажи мне, пожалуйста, каким образом это воспитывается, качество лидера. Лидер природы либо есть, либо нет. Нет, секунду. Есть фраза, мужчина создает женщина. Причем она дворинария, она его и рождает. И есть жена, либо девушка, которая его формирует. Что значит формирует? Она создает такие условия, где он хочет для нее сделать все. Подталкивает? Подталкивает. Или вопросами, запросами, любовью как? Я не думаю, что запросами. Некоторые женщины считают, что если они показали список, чего они хотели бы иметь, это тоже подталкивание и мотивация. Во-первых, у любой девушки есть мышлист. Вот, конечно. Да, допустим. Хотение мужчины узнать, что в том мышлисте, это уже ее подталкивание на то, чтобы он начал делать что-то большее, чтобы оно получило. Не важно, что в том мышлисте. Даже если это, я не знаю, домработница, даже если это мошенна, не важно. Вот я говорю об этом внутреннем пинг-понге, где мужчина, где женщина создает специальный... Как это? Успех – это всего лишь наличие по дороге... Почему это? Возможности. Возможности. Такое, как говорят, фасасим крит. Да. Для всех любителей. Вот если женщина, слово «будет делать так», тоже неправильно, но если она попробует так делать, то мне кажется, у мужчины, у него не будет выбора, и он захочет больше делать для себя, чтобы он... А что значит, мы когда делаем вам приятное, мы всегда делаем это приятное. Конечно, естественно. Мы с себя хвалим. Это же признание и восхищение. Да вот. Все мужчины хотят раз вас в ингредиции. Если он делается приятным для себя, значит, он будет делать больше приятностей для женщины. Вот и все. Прикольный пинг-пон такой. Я так люблю. Опять же вернемся к балансу. А мы. Слушайте, это очень круто, когда баланс, но, к сожалению, никто не разводится за баланс. А разбалансировка, она происходит очень долго и нудно. И в основном большинстве люди обращают внимание, что баланса нет, когда уже домой не хочется возвращаться. Ну так окей, не хочется развить? Ей, ели, 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 все. Ну. Ой, сколько парней разводятся только потому, что дети, годы, что друзья скажут, как мы машины поделим на двоих и квартиры трехкомнатные на трехкомнатные. Опять же, это все умение договариваться. Люди так, слушай, находит акка сана камень, что они... Да, конечно, когда друг друга оставляют, вообще ни с чем. Да, даже да. Но это хорошая дворка. Мы уже не будем лазить. Мне кажется, что это было. Это вопрос человечества. Нет, иногда бывает человек такой, какой-то все с ним нормально, а в какой-то момент становится... Хочешь на человека, разведись с ним. Да, есть такое. Да, то есть это уже человеческие факторы, которые срабатывают. Мы не знаем, до какого момента женщина может довести мужчину, что он может так с ним поступить. Либо наоборот. Как может мужчина так обидеть женщину, что она может просто оставить его ни с чем. Забрать детей там или еще что-то. Либо там насолить. Ох, женщины обижают. Вот. Поэтому я считаю, что когда идет акка сана камень, очень важно друг друга не обидеть. А принять такое решение, что, ребята, ну, блин, ну, не сходится у нас. Давай просто вот найдем правильный, если здесь правильный способ сделать так, чтобы ребенок всегда чувствовал поток родительский, не обсырать друг друга, не посылать друг друга на все три буквы. Хотя бы наоборот. Найти этот опять же баланс. Анна пишет, а нечего пускать на самотек отношения, превращать их в рутину? Есть такой момент, но, к сожалению, рутина является неотъемлемой частью любого брака. Самотек это тогда, когда они не разговаривают. Конечно. Самотек это тогда, когда они не решают... Опустительство. Они не трогали. Я еще там, о чем сейчас говорили. Самура с осетцем. Да, а рутина она будет. С этим ничего не сделаешь. Женщина пошла гулять с подругой, мужчина пошел гулять с другими подругами. И типа рассосет. С ее подругами. С ее подругами. И с ними и рассосалась, кстати. Да, с ними и рассосалась. Засосала опасная крысина. В прошлый раз, когда у нас был Сергей Мельник, задавала им вопрос и к тему сюда же. Мне кажется ли тебе, по опыту твоих друзей и знакомых, что мужчина становится более требовательным в отношении к женщине, с точки зрения, чего бы он хотел получить от отношений и от женщины, и от женщин, когда он становится больше обременен деньгами, властью, славой. Ну хорошо, отлично. На это можно посмотреть более в шуточной форме от женщины. Женщина может на этом с юмором сыграть. Какой ты требовательный стал? Давай подграю в твою игру. Нет, это если он хочет ее слышать, юмор. А если нет, он действительно считает, что теперь он может себе позволить более дорогую машину и более молодую другую жену, допустим. Нет, это другая. Что для нас? Это что-то дальше. Мы говорим от требований, от нее, от жены. Нет, смотри, у него внутри возникает больший объем требований к этой женщине. Ему кажется, что поскольку он теперь больше может, то теперь он может больше требовать. Ну хорошо, пусть требует. В чем-то понятно. А она ему не дает это? Да, она не дает это, потому что она осталась прежней. Ну я не знаю. Ну, например, мужчина хочет видеть рядом с собой всегда молодую, всегда красивую, всегда готовую к сексу, всегда счастливую, легкую, довольную. А она уже с возрастом, ну не может быть априори такой легкой. Секунду, ну тогда это ее проблема. О, значит он требует. Если она сделала, если у мужчины такого, сделала его успешным, да, методом, значит, если мы говорим методом подталкивания, то мы в ответе за тех, кому он приучили. А он же так не считает? Он считает, что он может лаконяно переправу поменять? Он вообще пока ничего не считает, секунду. Он стал тем, кем он стал, допустим, купил себе новую машину, стал крутым дядькой, разъезжает очки, персол и все такое. Играет Барри Уайт, и у него в голове все нормально. Девушка в этот момент... Женщина уже. Женщина, да. Женщина смотрит на это, и у меня есть два выбора. Либо круто, какая я молодец, мне теперь тоже хочется что-то для себя. Я начинаю тоже расти. Если не хватало учебы, пусть пойдет на что-то поучиться. Если не хватало там образования, тоже пусть пойдет на что-то. Будет неплохо расти вместе. Хочет на йогу, пусть пойдет на йогу. Окей, все тут вместе. Нет, это круто. Если они как раз будут расти вместе, то такая проблема вряд ли возникнет. Если она будет тянуться так, что он заметит, ух, а моя-то хороша, молодец. Держится? Мне не стыдно, потому что я сейчас в другом обществе. Мы же с тобой своими комплексами. Конечно, естественно. У нас в жизни мужиков намного больше комплексов. Поэтому, если она не соответствует, потому что она все силы потратила на него, то... Так часто бывает. Она ему быт обуславливает и уют, и благодаря этому он добивался успеха, потому что у него дома было безопасно, тихо и спокойно. Согласись, что если дома красотка, которая напрягает мысль, где она, что она, пока ты работаешь, ты меньше делаешь успехов, чем когда у тебя обычная серая мышка, которая воспитывает детей. Я просто знаю такие семьи, где мужчина очень сильно напрягался и не делал успехи в карьере, пока была дома, а жена, которая напрягала. А потом у нее говорят, как он, то есть такой красивый, умный, теперь с этой никакой. Так ему с ней спокойнее, комфортнее. И у него резко карьера пошла в гору. Почему? Потому что он может не отвлекаться, он на работе. Мышка в норке. Мышка в норке, никуда не денется, никому не нужна. Все хорошо. Потом срывут и уходят, и это все как моя крыса там. Что злое такое? Он и муж не любит. Александр Таранов пишет, если есть любовь, то все будет ок. Это заблуждение. Любовь это все-таки... Я против того, что считать, чтобы отношения это труд, это тяжкая работа, но то, что приходится делать определенные усилия над отношениями, и любовь это точно не самотек, ок. Мы чаще всего обижаем любимых людей. Мы с ними более открытые и не сдержанные. Они всегда любимые люди могут это простить, поэтому любви не всегда достаточно. В моем деле. Тогда это должна быть опять-таки вопрос к внутреннему настроению. Когда есть любовь, когда есть уважение, когда есть доверие, интерес. Да, всегда. Просто слово любовь это очень эгоистичное слово, но мы любим себя, дабы другой нас любил, скорее всего. А все остальные в мешке уважения, интерес и так далее, это тоже должно быть. Я согласен, когда есть любовь, легче решить какие-то дурацкие проблемы, допустим, но этого не всегда достаточно. А мы 15-го будем говорить о том, что такое любовь? Да. И то, на что мы готовы пойти ради этого? Да, Елена. И что такое любовь в трубе? Мы 15-го апреля в розовом сфере, в Екатерининская площадь, будем говорить о любви. О любви? Даниэль Абсалям? Селена Адаму? Да. Давайте любовь с влюбленностью не путать. Окей, так из влюбленности можем вырастить любовь. Всегда возможно. А некоторые люди для того и встретились, для того, чтобы насладиться этой влюбленностью. Влюбленность дается для ощущений, для шансов, для времяпровождения, а дальше уже выбор двух пар, пары решить, либо они любят друга, либо нет. А что случилось во время любви? Карта бита, козырь, бубна. Если улюбленность случилось что? Во время любви. Вот есть любовь, муж и жена, мужчина или женщина любились. Кого-то другого? Да. Продолжение наше теме розового слоника, верность, ревность, изменение. 19.00, Екатеринка. Была? Была. Была уже. Уже была? Рекланировать, да, эта встреча была, мы прекрасно в снегу всех встретили, напоили шампански, поговорили, по-моему, потрясающей ложкой. Да, был хорошо. Не знаю. Помнишь, мы говорили о том, что мужчина слаб, но на самом деле эта слабость может произойти у кого угодно. Согласись, что если человек поддается на этот импульс и разрешает себе, это уже слабость. То есть здесь нужна нехилая сила, два аспекта. Первый аспект, признать себе, что ты больше не любишь того человека, с кем ты живешь, и окей, прекратить с ним отношения и тогда начинать новое. Или сила нужна для того, чтобы отказаться от влюбленности потенциальной ищательной страсти. Любого человека можно вернуть. Любого человека. Ну, не скажи. Может, главное понять, может быть, иногда ошибка той или другой стороны, почему человек ушел и влюбился. Может, чего-то ему не хватало, он и все. Извини, да, недостаточно. Другого. Но тут задача другая. Если он ее любит, значит, он найдет способ, как ее вернуть. В любом случае. А стоит ли попробовать там влюбленности? А может, надо будет. Я же поэтому сказал, если любит, не может, значит, нужно в любом случае попробовать. Если он поймет для себя, что он, может, я не настолько ее люблю, поэтому я не был к ней настолько внимательнее, она мне изменила. Тогда действительно, это хорошо, что так произошло. Я могу отойти, не надо ругаться и сказать ей, слушай, прости, что я таким был и ты мне изменила. Сорян, давай разойдемся, все будет. Ты говоришь, что женское изменение, а если ты можешь так изменить? То же самое. Какая разница. Нет, стоит ли пробовать и если она понимает, что она его любит и действительно хочет его вернуть, значит, она сделает все возможное повернуть. Если нет, она точно так же ему скажет, слушай, ну, изменил, значит, я виновата в чем-то. Я что-то не доделала. Ты, конечно, засранец, но, сорян, ты хочешь прочитать комментарий? Да, сорян. Александр Таранов спрашивает, почему так кардинально? Кардинально что? Просто, почему так все кардинально? Любовь, смена, влюбленность, по-моему, до нее максимально толерантна. Я думаю, что подавляющее большинство людей не говорит о том, что это кардинально, он слишком толерантно говорит об этом. Все можно вернуть, все можно попробовать, все можно обсудить. Подавляющее большинство людей нужно не... Что происходит чаще всего? Вот кардинально это другое. Да. Борьбить, всем рассказать. Май, надо всем рассказать. Сейчас еще привыкли писать об этом в пост. Да, да, есть у меня одна знакомая. На хуй я рогоносец, или какой он скотина. И этим ты делаешь для себя штамп, типа, я страдаческая личность, любите меня, жалейте меня, бла-бла-бла, и так далее. А тут наоборот, подожди, перед тем, как делать пост. Давай, реши, что у вас там. И сделай пост другой. У нас были проблемы, та-та-та, то сейчас, но мы решили попробовать заново, но у нас теперь все хорошо. Черт лоб, такой тоже пост. Либо наоборот, то есть, ну, сначала, перед тем, как делать выводы, надо что-то, как с Лолой, беги, поработать над вопросом, подумать, что ты делал не так, и так далее. Опять же, легко говорить, если твою девушку зовут Лола. Ты искал, беги, и все. Да. Когда встал пояльник. Легко говорить, нежели чем сделать, но в любом случае, это легко, намного легче быть во время стрессовой ситуации рациональным. Это при любом обстоятельстве, жизненном. Как только ты начинаешь, есть моменты эмоциональности, когда она должна работать, да, это при начальных стадиях отношений, при начальных каких-то задатках любви и так далее. Ты можешь быть эмоциональным, нерациональным, идти в омут с головой. Все правильно. Ты все потекла. Ты говоришь об эмоциях, только отрицательных, эмоциональных в хорошем смысле всегда надо быть. Наоборот, показать, что все хорошо. А когда стрессовая ситуация, когда все идет под откос, ты так думаешь, то остановись, задумайся, любишь, не любишь, нужно ли что-то ради этого делать, если нет, прекрасно, значит, судьба тебе подарила второй шанс. Тебе не нужно прожить дальше жизнью не своей и поменять что-то в жизни. Либо наоборот, ага, мне дается второй шанс полюбить свою жену заново, либо своего мужа заново. И я сделаю для этого все. Потому что в любом случае срабатывает та вещь, чтобы вы уже были вместе. Вы знаете о друг друге все. Вы знаете друг друга минуса и плюса. А там может быть всего лишь влюбленность. Прошла и прошла, это твоя вина, если ты это не усмотрел. Так что это не кардинально, это наоборот рационально. Поняли, пацаны? Будьте на позитиве. Она ушла. PlayStation моя. PlayStation моя, наконец-то. А ты совсем не любила. Никогда не любила этот фильм. Фильм, холостяк. Ну, фильм тоже. Минутка об эмоциональном интеллекте от Леночки. Я хочу, у тебя есть там прихваты? Что? Приходи. У тебя там есть приходы? Прихваты. Прихваты, это когда прихватываешь. Не, я понимаю. Прихваты, это когда прихватываешь. Вот эти вот прихваты. И эти тоже. Да, 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 ну хорошо. Хорошо, какие у тебя есть. А о чем ты говоришь? И я говорю о комментарии. Минутка об эмоциональном интеллекте от Леночки. Пишет Анна. Там уже нет мест, чтобы вы рекламируете. Это мы вырежем. Но розовый слоник, какое число? 15. 15 часов. 15 часов мы начнем. Каждого 15-го вообще. Судьи перепутать. Каждого 15-го мы превращаем в розовый слоник. Так, какой мы подведем итог? Никто никому ничего не должен. Везде нужен баланс. Никто никому ничего не должен. Но если вы соблюдаете сами для себя те обязанности, которые от вас ожидают, и плюс-минус ваше представление о ваших половых работах, то будет, мне кажется, 90% успеха. А там разберемся. И в кризисе надо заниматься, с сексом разговаривать. И слушать. Во время секса можно разговаривать? Да, даже по телефону. По блютузу лучше. По блютузу. Фухи. Хуй, я фокс, да. Иди, пожалуйста, я сейчас заняты, занимаюсь сексом. Даже с другим человеком, с которым вы хотите секса. А я тут с моей. Как тебе? Так грустнят ты лучше была. Нет, все-таки ремивцы, которые уверены, что если не берешь трубку, значит, обязательно ты занимаешь этот момент сексом с другим. Ливон Тренер спрашивает. Что делать, когда отношения превращаются в чемодан без ручки? Однозначно нужно бросать. Чемодан? Однозначно. Конечно. Покупайте сам с собой. Чемодан всегда тяготит. И если у вас есть работа, чемодан без ручки. Друзья, чемодан без ручки. Отношения. Его можно катать, а не в колесике. Ну, его надо катать от себя. Да, с ноги поджопу. Если отношения из жили себя, то не надо стащить. Если лошадь сдохла, с нее надо слезть. Да, вот она как раз пишет. Лошадь сдохла, слезть. Да, потому что... Я думаю, это у нас в случае. Если чемодан без ручки, он поэтому называется чемодан без ручки. В нем нет больше интереса. Прихватов. Прихватов больше нет. Ни этих, ни. Нечего занимать место. Возвращайтесь с договора. Поймите для себя. Точно нам это не нужно. Тогда и снег. Так слава богу. Опустите, пусть это чемодан кому-то нужен. Вот именно. Может, у кого-то есть та ручка. Народ же тащит это все, тащит. Я с ней был 15 лет, никому не дам с ним. И все. Нет, она мне родила двоих детей. Блин, вы лишаете друг друга шанс на новую любовь, на новые отношения. Это нечестно. Кстати, я нашел передать привет. Кате. Кате. Кате, привет. Александр Таранов, подари соседу. Чемодан? Чемодан без ручки. Может, у соседа и был. Или та, или дофлой лошадь. Кто-то я смотрю. Да, может, он сюда вернулся без ручки, там ее оторвали. Кто-то я смотрю, сосед меня так радостно провожает на работу по утрам. Говорит, о, на работу, вот я. Хорошего дня. Сегодня задерживайся. Если я тебя не увижу, добрый день. Да, хорошо, поработай. Сейчас кризис. Тогда надо кормить семью, две. И соседа. Ну, сосед сам прокормится. Знаешь, что соседа. Слушай, он не зря. Тем более, он... Ты не шал, чтобы колбаса не хватает, что она дома. Вот оно что. Артем. Артем, привет? Нет. Нет. Верняка басу. Так, итог, значит, быть на позитиве, договариваться, если не ваше, бросать... Слушай, ну быть на позитиве не всегда, что получается. Если у людей стресс, если у людей сложная ситуация. Если трогите себя в жизни на дебилы, не все могут. Не все могут, но антитамины, 0,93. Подожди, марихуана. Марихуана, скайп. Что, в сессии, а вы разве на марихуане все в позитиве? Я видела, когда марихуаны загоняют людей в грусть. То есть, марихуана как лакмус была. Если у тебя хорошее настроение, у тебя будет лучше, если у тебя плохое настроение, у тебя хуже. Нет, это если у тебя хорошая марихуана, будет лучше. Не знаю, я должна обращаться, наверное, к стенам нашего города, где написано «бошь». Да, скайп, да. Все, это все, там номера, там такие психологи сидят. Сап, можно я же подробно. Блин, я сегодня просто фантастичный. Я ехал в такси. Я думал, ты сейчас достаешь из кармана, хоть я одену стулки. Можно это сказать, это реально. Это просто супер. Короче, еду сегодня в такси. Я вот отсеклал правильный стол, неважно, хочет вызвать. Не вызвал такси и шел старым методом вставленную машину. Останется, водитель. Первое, что я делаю, здравствуйте, я договариваюсь на Екатеринскую площадь, да, садитесь. Все, сразу, здравствуйте, я решала, короче, если у вас будут какие-то проблемы, он дает мне, отпускает, он дает мне карточку, тут, дописно, решаю любые вопросы. А это какие? Любые. Домработница, кухарка, старший. Я, ну, такой, говорю, официантов найти. Да, конечно, у меня есть официанты, я когда-то работал с хозяином Беллини, я могу тут вот организовать, у меня есть там пару людей. Короче, а если вам нужны документы, недокументики, или такие, или такие, и это вот, я все могу удовлетворить. Кайф, это такое возможно! Я просто, я только уже стою, я не могу тебе не помнить. Надо сфоткать визитку. Виталий может все. И даже больше. Он может забрать ваш чемодан, если он не ученый. Да, если у вас проблемы в отношении, зайти виталию. Он пристроит, он пристроит. Он починит, лампочку прикрутит, секс заменит, долг исправит. Виталий, загуглите. Виталий, делаю все. Токсик был суточный Виталий, решаю любую проблему. То есть, Виталий даже подъедет, если у вас нет своей квартиры в машине. Он же придет и сам заберет чемоданок. Да, он, кстати, будет 15 апреля в Розен-Стоне, Виталий, приходите. Друзья, это была программа «Побулярна взрослым», если вы хотите увидеть еще этих людей, и послушать их демагогию. Мы там не только говорим живую. Да, вы можете высказаться, мы посмотрим ваши лица. Краснеете вы или нет, когда такое спрашиваете. Приходите 15 апреля в 19.00. В Розовый слоник. В Розовый слоник в 17.00. Придете в 19-м, там только Виталий останется. Так что к 17 потягивайтесь. До свидания, до следующей среды. Ура. Счастливо, счастливо. Ливон поставил пальчик. Да, насчет среды. Насчет среды. На следующей среду лекция для студентов психологии. Это твои проблемы. В смысле?